Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава первой Маковейской книги, мы читаем ее в переводе под редакцией Нины Брагинской. Я даю небольшие комментарии для библейского портала экзегет. Ну вот, в конце предыдущей главы погибает и Анатан, предводитель Иудеев. И главный вопрос, после его смерти не развалится ли вот это хрупкое единство? Это уже фактически независимое иудейское государство. И у нас с вами середина II века до н.э. Это уже все 140-е годы, в 160-х было начато. Напомню, что это до н.э., поэтому более высокие номера идут раньше, все движется к нулю. Тут Симону сообщили, что Трифон собрал большую войско, чтобы идти в землю Иуды и разорить ее. Симон один из полководцев, и, соответственно, и Анатан мертв, теперь он, собственно, один главный. А Трифон – это очередной претендент на оселевкидский престол. Увидев, что народ дрожит и цепенеет от ужаса, он отправился в Иерусалим, собрал народ и, ободряя его, говорил. Вы знаете сами, сколько я, мои братья и дом моего отца сделали ради законов и святынь. Знаете, какие войны мы вели, какие тяготы сносили. Вот ради чего погибли все мои братья? Ради Израиля, и остался лишь я один. Он действительно последний из маковейских братьев, и поэтому вполне естественно, что на него обречены все взоры. И теперь, когда нас стеснят со всех сторон, мне ли жалеть свою жизнь, не бывать тому, я ведь не лучше моих братьев. Нет, я отмщу за свой народ и за святыни, за наших жен и детей, ибо все народы объединились, чтобы истребить нас вражды ради. Едва услыхал народ такие слова, как снова ожил дух его. И так вскричали они в ответ. Ты наш предводитель вместо Иуда и Ионата, брата твоего, веди нашу войну, и мы сделаем все, что ты нам скажешь. Тогда собрал он всех ратников, спешно достроил стены Иерусалима, укрепил его со всех сторон. Потом он послал Вопу и Анатана, сына Апсалома, а с ним достаточно военной силы. Он выбил из города тех, кто в нем был, и остался там. Между тем Трифон выступил из Птолемаиды с многочисленным войском, чтобы войти в землю Иуды. С ним был и пленный Анатан. Симон же разбил стан при Адидах, предравниную. Когда Трифон узнал, что Симон занял место Ионата, своего брата, и намерил дать сражение, он отправил к нему послов с такими словами. «Анатана, брата твоего, мы держим у себя из-за денег, которые он, будучи во власти, сдорожал царской казне. Поэтому пришли теперь сто талантов серебра, и двоих его сыновей в заложники. Чтобы, когда его отпустят, он не восстал против нас, и мы его отпустим». Это неправда, потому что Анатан убит, и об этом, собственно, все уже знают. Но понятно, что селевкидские правители рассчитывают взять в заложники какое-то количество людей, получить какое-то количество денег с тем, чтобы предотвратить дальнейшее разрастание восстания. А Симон не верит. Хотя Симон понял, коварство этих речей он, тем не менее, посылает за серебром и детьми, чтобы не возбудить против себя страшные ненависти в народе, который мог сказать, что из-за того, что я не послал Анатану серебра и детей, тот погиб. То есть он знает, что Анатан уже погиб, но идет на это ради пиара. И так он послал детей из-за талантов, но Трифон обманул и не отпустил Анатана. Вообще-то мы считали, что он его уже убил. После этого Трифон пошел, чтобы торгнуться в страну и разорить ее, избрал кружной путь на Адору. Но куда бы Трифон ни направлялся, Симон со своим отрядом заступал ему дорогу. А те, кто был в крепости, отправили к Трифону послов, чтобы побудить его прийти к ним через пустыню и прислать продовольствие. Крепость – это укрепленная селевкидская твердыня в Иерусалиме, и, соответственно, она под осадой от иудеев. А Трифон приготовил к походу всю свою конницу, но в ту ночь выпало очень много снега, и из-за снега он туда не пошел. Снявшись с места, он отправился в Галаадитиду. Подойдя к Бас, к Аме, Трифон убил и Анатана, и там его похоронили. А затем Трифон повернул назад и ушел в свою землю. Тогда Симон послал людей взять кости Анатана, своего брата похоронил его в Мадеине, городе своих отцов. Весь Израиль рыдал по нем великим рыданием и оплакивал его много дней. А Симон воздвиг памятник над гробницей своего отца и своих братьев. Чтобы он был хорошо виден, Симон сделал его высоким, спереди и сзади он был из тесаного камня. Симон поставил также семь пирамид, одну напротив другой отцу, матери и четверым братьям. Ну вот, египетская такая форма гробницы, конечно, не египетских размеров, но все же. К пирамидам он прибавил хитроумные устройства, окружил их высокими столбами. На столбах для вечной славы поместил воинские доспехи, а возле доспехов вырезанные в камни корабли, чтобы их видели все, кто плывет по морю. Этот надгробный памятник, воздвигнутый в Мадеине, стоит и по сей день. Ну, естественно, по день, когда этот текст был написан. Между тем Трифон составил заговор против юного царя Антиоха и убил его. Он занял его престол, он возложил на себя Венециасию и принес ужасные бедствия этой земле. А Симон тем временем отставил крепости Иудеи, обнося их высокими башнями, могучими стенами и воротами с запорами, и запасал в крепостях продовольствие. Потом Симон выбрал людей, послал к царю Диметрию просить о послаблении для страны, ведь Трифон только и делал, что грабил. Вот он уже пытается наладить и какие-то дипломатические отношения, восстановить дипломатические отношения с тем претендентом на селевкидский престол, с которым, в принципе, иудеи в данный момент в союзе. Тогда царь Диметрий отправил ему ответ на это обращение и написал ему такое послание. Царь Диметрий приветствует Симона, первосвященника и друга царей, а также старейшина народа иудеев. Золотой венок и пальмовый ветвь, присланной вами, мы приняли и готовы заключить с вами великий мир и написать сборщикам налогов о предоставлении вам льгот. То, что они постоянно предоставляют, но, к сожалению, каждый следующий правитель должен заново об этом договариваться. Все, что мы о вас постановили, остается в силе и крепости, построенные вами, пусть остаются за вами. Прощаем вам также ваши ошибки и проступки вплоть до нынешнего дня. То есть участие в гражданских войнах не на той стороне или поддержку не того кандидата. А также венок, которого задолжали. А если какие-либо другие налоги взимались в Иерусалиме, то больше они взываться не будут. Венок, который задолжали, видимо, тот золотой венок, который должны были прислать. Если среди вас есть достойные быть внесенными в список нашей свиты, пусть они будут внесены, да будет мир между нами. В 170 году, имеется в виду год от эры Александра Македонского, ну и, соответственно, у нас это 142 год до нашей эры, игоязычников было снято с Израиля, и народ стал писать в грамотах и договорах. В первый год при Симоне, великом первосвященнике, военачальнике и предводителе иудеев. То есть это признак независимости. События датируются по местному правителю, и вот они стали датироваться по Симону с этого момента, иудеи считают, что они абсолютно независимы. Вон на дне Симон расположился станом возле Газара, обложил ее со всех сторон, построил осадную машину, подвел ее к городу, разбил одну башню и овладел ею. Те, кто был в машине, выскочили из нее в город, и в городе поднялся страшный переполох. Жители города с женами и детьми поднялись на стену, разорвали на себе одежды и громко кричали, умоляя Симона заключить с ними мир. Они говорили, поступи с нами не по нашим злодеяниям, а по твоему милосердию. Тогда Симон примирился с ними и не стал больше с ними сражаться, а выдурил их из города и очистил дома, в которых были идолы, и тогда вошел в город с гимнами и благословениями. Затем он удалил из него все нечистое, поселил там людей, соблюдающих закон, еще больше укрепил его и выставил в нем себе жилище. Ну вот, смотрите, одновременно начинается какая-то война за очищение страны Газара. Что это за город? Может быть, Газа. То, что мы сегодня знаем как Газа, это вариант того же названия, может быть, нет. Есть с этим сомнения, но неважно. В любом случае Симон завоевывает города, где живут язычники, уже начинают это делать, как, в принципе, это было и во времена восстания. Но там это была как бы часть военной кампании против селевкидов. А здесь иудеи не просто существуют, но она пытается расширяться. И у нас остались селевкидские воины в Иерусалимской крепости. А тем, кто был в Иерусалимской крепости, не позволяли выходить и входить в сельскую местность ради купли и продажи. То есть их изолировали там, да, по-прежнему стоит там гарнизон. Поэтому они сильно голодали, и немало их умерло от бескормицы. Тогда они взмолились к Симону заключить с ними мир. И он уступил им, но выдворил их оттуда и очистил крепость от скверны. А на 23-й день 2-го месяца 171-го года наши вошли в крепость со словословиями, пальмовыми ветвями, с кенарами, кимвалами и наблами, это музыкальные инструменты, с гимнами и песнопениями, потому что грозный враг был сокрушен и изгнан из Израиля. Наконец-то! А с самого начала восстания они пытаются взять эту крепость, ее осаждают постоянно, вступают в переговоры. И вот, собственно, окончательно свидетельство независимости иудеи, что на ее территории не осталось вражеских гарнизонов. Из Иерусалима удален последний. Симон постановил ежегодно праздновать этот день в веселье. Он еще больше укрепил горы святилища со стороны крепости и поселился там, и сам он, и те, кто был с ним. И вот увидел Симон, что его сын Иоанн возмужал, назначил его предводителем всех войск, и тот поселился в Газаре. Ну и, соответственно, уже устанавливается та династия, которая впоследствии будет хасманийской. Иоанн станет царем под именем Иоанна Геркана.